Всем привет! Меня зовут Ольга и вы на моем YouTube канале. Сегодня у нас будет обзор Zara. Я планировала показать осенние вещи, но пока их оказалось очень мало, так что попыталась кое-что насобирать. Будет такой микс-обзор. Так что, если вам интересно, то устраивайтесь поудобнее и желаю вам приятного просмотра. На мне сегодня джинсовый топ и юбка Dolce & Gabbana, босоножки Fendi и сумка Mango. Итак, начинаем примерку. Первая вещь, конечно, абсолютно летняя, но почему я ее взяла? Во-первых, эта вещь сейчас очень-очень актуальная. Во-вторых, мне было интересно посмотреть, как он будет смотреться, этот комбинезон. И в-третьих, у него очень красивый винный цвет. На сайте у них есть еще платье такого же плана в оливковом цвете. Моя дочь купила и оно очень красиво смотрится. Очень много слова «очень» в этом описании этой вещи. И я думаю, что вы знаете, что также очень много брендов выпустили подобные фасоны. И бренд Christopher Esper, конечно, является королем такого фасона. Вот такой у него вид сзади, тоже все открыто. И я думаю, что эта вещь, в принципе, она вне моды. Ее спокойно можно использовать на пляже, на курортах. И в следующем году, возможно, вы зимой поедете куда-то отдыхать. Цена этого сарафана 40 евро комбинезона. Состав у него 100% полиэстер, но полиэстер не противный. Следующее платье, оно тоже летнее. Это платье из лимитированной коллекции. Но мое мнение такое, что это платье также можно носить многие годы. В зависимости от обуви, меняется его направленность. Сандалиями и шлепками его можно носить днем, как на отдыхе, так и в городе. А если одеть каблук, какие-нибудь нарядные туфли, как, например, вот сейчас на мне, то его можно одевать на какое-то мероприятие или даже встретить Новый год. Уже можно, кстати, начинать думать об этом. У него, посмотрите, открытая спина красивая и завязочки на шее, какие симпатичные кисточки. Оно очень красиво расшито. У него неплохое качество, как обычно у всех вещей из лимитированной коллекции. Так что, если вам оно приглянулось, то можно смело покупать, несмотря на то, что лето уже закончилось. Фасон этого платья способен скрыть какие-то факты вашей фигуры, которые вы не хотели бы демонстрировать. Но надо учитывать такой момент, что одеть бюстгальтер под это платье, наверное, не получится. Из-за полностью открытой спины. Но ткань у него плотная. Вот, посмотрите, поближе я вам показываю эту роспись. Его стоимость 50 евро, а состав 100% хлопок. Ну и вот уже, наконец, более теплые вещи. Джемпер с анималистичным принтом, но нестандартной расцветки. Мне нравится сочетание цветов, выглядит красиво. Хотя я очень аккуратно отношусь к таким анималистичным принтам. Но вот именно этот вариант, мне кажется, более интересен. Джемпер укороченный, оверсайз, линия плеча спущена, небольшие присборочки. Длина рукава чуть ниже локтя и немного он в виде фонариков. Вязка плотная. Брюки, кстати, мне очень понравились. Немножко такое впечатление, что это они в пятнах, но это на зеркале. Такие пятна, не чистое зеркало. Брюки очень классные, хорошо сидят, защипы, супер длина. Эти брюки плотные, но не теплые. Но плюс их в том, что они многофункциональны. Их можно одеть и с грубыми ботинками. А если вам нужен нарядный образ, то надеть остроносые туфельки на каблуке и блузу. И будет просто шикарный образ. У брюк прорезные карманы. Сзади только один с одной стороны, карман с клапаном. Они очень красиво струятся. И цена джемпера 26 евро. А состав 62 полиэстера, 22 акрила, 8 шерсти, 5 альпаки, 3 эластана. Но не очень состав. Стоимость брюк 40 евро. Если вы носите такую модель, я их просто вам рекомендую. Очень классные. Их состав 100% вискоза. Сейчас на мне платье очень модного фасона. Драпировка, открытые части тела. Это тренд. У платья сильный акцент на плечи. Большие подплечники могут скорректировать фигуру, если плечи значительно уже бедер. Ткань для меня не совсем приятная. Чувствуется, что это синтетика. Хотя платье очень красивое. И на сайте у них также есть топ такого же плана. Я вот допустим иногда могу закрыть глаза на состав ткани, если мне вещь очень понравилась. Хотя это все индивидуально. Босоножки, которые я меряю с платьем, очень удобные. Они идут размер в размер. Я примеряю 40, так как моего 39 не было. И они мне большеваты. На сайте они есть еще в очень красивых цветах фуксия. И синим с таким металлическим блеском. Но на мой взгляд, конечно, золотые более универсальные. Золотая обувь подходит под огромное количество вещей. У меня есть золотые туфли. И когда я не знаю, какую обувь мне подобрать к наряду, я всегда одеваю эти золотые туфли. И они подходят буквально подо все. Это как палочка-выручалочка. Цена этого платья 40 евро. Ну а состав, как я уже сказала, синтетика 100% полиэстер. Если вы носите высокий каблук, шпильку, то советую вам обратить внимание на эти туфли. Это полиуретан. Шпилька высокая. Я думаю, не меньше 9 сантиметров. Но очень удобные. В синем цвете цвете фуксия тоже очень красивые. Но тут нужно понимать, чем вы их будете носить. Их цена 40 евро. Следующий образ это костюм, состоящий из юбки и джемпера. А на ногах белые ботинки со шнуровкой и на грубой подошве. Юбка макси. И мне очень понравился этот высокий разрез, обработанный черной декоративной строчкой. Джемпер объемный. Мне размер S и больше бы я брать не стала. В целом смотрится костюм неплохо. Также хорошо сюда вписались эти светлые ботинки. Но в составе ткани 50% хлопка. И из-за этого, мне кажется, он смотрится грубовато и как-то дешево, что ли. Если бы на заместо хлопка была шерсть, то он бы выглядел намного лучше и даже уютнее. И из-за хлопка, мне кажется, костюм будет выглядеть всегда как будто помятый. Ботинки мне эти понравились. Смотрятся они, на мой взгляд, очень здорово. Они не чисто белого цвета, а цвета икрю. Трикотажные костюмы и платья сейчас имеют большую популярность. Но зачем они добавили сюда хлопок, а не шерсть, я не понимаю. Ну вот я его решила померить со своими джинсами. Отдельно бы юбку я брать не стала, а вот джемпер можно рассмотреть к покупке. Ну вот с этими ботинками смотрится, на мой взгляд, очень хорошо. Но опять же, эта помятость меня смущает. Стоимость юбки 30 евро. Состав 52% хлопка, остальное синтетика. И стоимость свитера тоже 30 евро. Ботинки на 85% состоят из кожи, остальное синтетика, не знаю как это. И подкладка у них 100% хлопок. Вот у них такая же вырезы на язычке, чтобы делать, чтобы он вот так вот стоял. Ну, ботинки мне понравились. Очень симпатично смотрятся. И их стоимость 60 евро. Сейчас на мне черный топ и джинсы. Топ имеет асимметричные бретельки. Одна бретелька широкая, из скани, как и топ. А вторая бретелька выполнена в виде нитки жемчуга. Джинсы мне совершенно не понравились. Слишком много разрывов. И низ оборванный, и разрывы на коленях. Это перебор, на мой взгляд. Когда брала, не обратила внимания. Вот сейчас вижу, что это некрасиво. Да и сели они на мне тоже не очень хорошо. Здесь прекрасно бы смотрелись обычные джинсы без разрывов. И тогда сверху можно накинуть какой-то жакет. И вообще мне иногда нравятся вот такие простые образы. Джинсы, топ и каблуки. Стоимость топа 23 евро. И состав у него 100% вискоза. Вот так называется модель этих джинсов. Их стоимость 26 евро. И ссылку оставлю в инфобоксе на них. С этими же джинсами сейчас я применяю свитер и казаки белые из новой коллекции. Наверное, эти джинсы все-таки мне большие, потому что я их взяла 38 размер, а мой 36. Но в любом случае слишком много разрывов меня очень сильно смущает. Свитер, значит, приятной расцветки. И он довольно-таки плотный. Ой, ну толстый. Так что наверх можно одеть только какую-то верхнюю одежду оверсайз. На мне размер М свитера. Но, по-моему, неплохо смотрится. Эски просто не было. Расцветка у него, конечно, очень симпатичная. Такая позитивная. Внесет такую светлую нотку в наши серые зимние будни. Если еще вниз подобрать какую-нибудь струящуюся юбку из вискозы подходящего оттенка, то будет вообще классно. К примеру, вот такого оттенка, как эти брюки. В холодное время года не обязательно носить темные оттенки. Тем более, что сейчас тренд на белую или бежевую обувь. И также на верхнюю одежду. И в такой цветовой гамме будет смотреться все очень гармонично. Стоимость джемпера 30 евро. Состав, конечно, у него 49% акрила, 32% полиамида, 18% полиэстера, 1% эластана. В общем, сплошная синтетика. И вот к этим брюкам есть еще в продаже жакет. Мне нравится цвет костюма, такой цвет пыльной розы, очень даже неплохие пуговицы. Я его одела только на белье и смотрится, на мой взгляд, очень даже симпатично. И белые казаки, по-моему, сюда тоже вписываются неплохо. Но в идеале я бы сюда, конечно, подобрала бежевые ботильоны, носки. Есть такие в Zara. Я потом в конце видео покажу вам их, что я имею в виду. Просто увидела я их уже после того, как вышла с примерочной. Так бы, конечно, взяла для примерки. И такой костюм еще есть в цвете голубом и в цвете такой бело-серый. Стоимость брюк 26 евро. Состав 77% полиэстера, 16% вискоза, 7% эластана. Стоимость блейзера 50 евро. Состав такой же. Блейзер на подкладе. И подклад это 100% ацетат. Нашла еще вот такой вот топ нежно-розового цвета. Состав у него, конечно, не совсем хороший. Но у него очень симпатичные бретельки и страз тоненькие. Мое мнение, что подобные варианты тут все-таки нужно иметь в своем гардеробе в нескольких цветах. Это палочка-воролчалочка и под костюм. И просто если летом одеть там с джинсами, с шортами, они всегда придадут немножко такой нарядный что ли вид. Ну, даже не совсем нарядный, а придадут какую-то такую элегантность. И вот так он смотрится с этим костюмом. Такая расцветка топа, думаю, конечно, не всем понравится. Но в данном случае, мне кажется, он очень хорошо освежает. Цена топа 23 евро. И состав у него 100% полиэстер. Состав, конечно, не очень хороший. Вот еще одна из немногих теплых вещей, которые у нас представлены в магазине. Это кардиган. На камере он более синий, чем в реальности. В реальности он слегка такой разбеленный. Понравился мне этот кардиган. Очень хорошо сидит. Модные рукава. То, что он слегка укороченный. Пуговицы, на мой взгляд, хорошо сочетаются с цветом самого кардигана. Его стоимость 30 евро. Состав 66% полиэстера, 17% акрила, 10% шерсти, 4% альпаки и 3% эластана. Намешали здесь всего. И следующий образ. Это, ну, опять же, такие летние. Я их меряю с казаками, но как-то не нравится мне вот этот вариант. Так что не смотрите на ноги. Юбка с запахом в стиле Парео. И к ней я подобрала черный топ. Это одна лимитированная коллекция. Расшитый бисером. И вот сейчас я поменяла обувь на туфельки. Так, на мой взгляд, смотрится намного лучше. Ну, не просто лучше, а хорошо. И этот вариант, я так же думаю, что можно использовать для какого-то мероприятия. Опять же, дома Новый год встретить. Ну, обычно, допустим, я на Новый год всегда наряжаюсь дома. У нас принято в семье. На какие-то праздники, даже если мы их отмечаем дома, то наряжаться. Потому что праздник должен оставаться праздником. Цена юбки 50 евро. Состав 100% вискоза, а подклад полиэстер. Топ стоит 40 евро. Состав 100% вискоза. Этот образ вообще вам не хотела показывать, потому что, на мой взгляд, совсем неудачно получилось. Этот топ абсолютно не подходит к этой юбке. Ну, о топе еще скажу, что топ, в общем-то, достаточно универсальный. Его также можно носить под какой-то жакет. И летом можно тоже использовать абсолютно под многие образы. Под джинсы также. Под какие-то юбки. И плюс еще его в том, что под него можно спокойно одевать белье. Юбка сама по себе очень классная. Мне она понравилась. Отлично подходит для какого-то праздничного выхода. И я бы, наверное, попробовала ее сочетать с простой белой рубашкой. Или белой шелковой блузой. Ну, так вот еще я попробовала с этим топом. Но тоже нет. Нет, мне не нравится. Так что давайте смотреть просто на юбку. Очень красиво идут стразы, вшитые в боковой шов. Небольшая симметрия низа, небольшой разрезик. Ну, юбка очень хорошая. Если вы носите менее, то можно присмотреться к такому варианту. И, конечно, вот эти стразы делают ее очень нарядной. Но при этом без лишней вычурности. И стоимость этой юбки 26 евро. Состав 92% полиэстера, 8% филостана. Еще к этой юбке, думаю, можно одеть простой черный топ. Только матовый, без блеска. Ну, вот решила еще так попробовать. Ну, не знаю, не знаю. Это на ваше усмотрение. Как бы такой спорный. Для меня это спорный момент. Что скажете об этом варианте. И вот эту юбку Рео решила померить со своим топом. Ну, как будто представить, что это с купальником. Потому что я предполагаю, что эту юбку можно носить с купальником. Где-то на каком-то пляже, таком гламурном. Возле бассейна. Я думаю, что будет смотреться очень хорошо. Так что ее можно приобрести. Как использовать в нарядных образах, так и использовать Лена. Если поехать на какой-то такой курорт модный. Вот. И вот эти вот мюли на каблуке. Очень удобные, кстати. Хотя у них довольно-таки высокая шпилька. Красивая цепочка. Мне кажется, очень она украшает ногу. Их стоимость 30 евро. Это полиуретан. Высота каблука 9,5 сантиметров. И вот эти вот белые казаки. Они тоже мягкие, удобные. Но единственное, что мне не нравится, когда вот так вот нету подкладки. Стоимость их 50 евро. Мне кажется, что они быстро потеряют свою форму. Они слишком мягкие и отсутствие подкладки. И посмотрите, какой эффектный тренч. Ну, просто шикарный, шикарный. Это лимитированная коллекция, которая вышла вся в горох. Он без подклада, достаточно легкий. Но выполнен качественно. Его классно использовать в прохладные летние вечера. В начале осени или поздним летом. Одевать на какой-то выход сверху на какое-то платье. Цена его 100 евро. Я его мерила в размере XS. Но хотелось бы ML. Но не было. И его состав 100% вискоза. Ну и если вы достаточно смелая девушка. Любите эффектные выходы. То под этот тренч очень круто одеть. Вот такие вот неоновые, трендовые ботильоны. Их стоимость 50 евро. Цвет, конечно, обалденный. Незамеченный точно не останетесь. И вот еще нашла такой хороший жакет. Из эко-кожи. Тоже мне понравилось качество. Мягкое. Но размерчик, конечно, я бы взяла побольше. М-ка. У меня есть подобный. Я покупала в прошлом году. Но вот этот вот мне понравился. Его стоимость 60 евро. Так что если ищете что-то подобное, обратите внимание. И вот такие же ботильоны еще в цвете фуксии. Но это я вот прямо под вот этот вот кожаный жакет. Не кожаный из эко-кожи. Думаю, будет просто бомба. Образ очень модный. Вот такие ботильоны, которые я говорила вам, что покажу в конце видео. Под джемпер в цветах который. И если одеть юбочку еще, то вот эти вот ботильоны будут отлично смотреться. Их цена 46 евро. И, конечно, эта расцветка более универсальна. И давайте еще немножко по бижутерии пройдемся. Очень симпатичные серьги. Люблю такие крупные. Их цена 13 евро. Браслет. Браслет стоит тоже 13 евро. Украшение на шею, которое можно приобрести в комплект к браслету. Стоимостью 16 евро. Серьги стоимостью тоже 13 евро. И вот такие еще эффектные серьги. Разноцветные. Стоимостью тоже 13 евро. Мини сумочка приятного бежевого оттенка. С симпатичной пряжкой. Ее можно носить как клач. И также есть красивая цепочка. Но она, конечно, не очень вместительная. Цена ее 30 евро. Но, тем не менее, она очень симпатичная. Вот так она смотрится со стороны. На мой взгляд, если носите такие сумочки небольшие, то хороший вариант. У нее есть магнитная застежка. Внутри нет никаких карманчиков. И это полиуретан. Есть еще вот такие сумки красивого зеленого цвета. Цена 23 евро. Но этот стиль напоминает нам, что Валентина. Смотрится она вот так со стороны. Очень, конечно, красивый цвет. Если он еще вам не надоел, то можно присмотреться к этой сумочке. И такая же сумка есть еще в черном варианте. Но зеленый, на мой взгляд, конечно, выигрывает. Эта сумочка из текстиля. Она выполнена из достаточно нежной сетки и расшитая бисера. Ее цена 40 евро. Но такие варианты сумок прекрасно будут чувствовать себя на курорте. С сарафанами, с какими-то такими летними платьицами. Абсолютно летние образы, когда ты на курорте не можешь где-то возле моря взять какую-то более солидную сумку, то такой вариант очень выручает. Красивые кисточки у ней. Но не знаю, насколько долго она прослужит, потому что сетка очень тонкая. Ну, посмотрите, какая классная кисточка. На этом я свой обзор заканчиваю. Конечно, не совсем удачно мне получился этот обзор. Но в любом случае, я старалась для вас. Пишите, что вы думаете об этом. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Для вас эта мелочь, а для меня приятно. Желаю вам всем удачного шопинга. До скорых встреч в новом видео. Всем пока!